Библейский портал экзегет.ру представляет Последняя, тринадцатая глава второго послания к Коринфянам, библейский портал экзегет, я читаю свой перевод, я Андрей Десницкий его слегка комментирую. Ну, последняя глава длинного послания такая, глава отдых. Да, вот тяжелые были, одиннадцатая, двенадцатая, особенно одиннадцатая, где Павел вот прямо с Коринфянами был очень так жесток, откровенен, говорил о своих страданиях и говорил, ну вот сколько раз меня избивали, сколько раз я остался едва жив, и кто после этого апостол для вас? И то, что я с вас не брал денег, это я вас унизил, обидел, простите мне это. И в двенадцатой главе он продолжил эту тему, он еще упомянул про какого-то человека, который до третьего неба вознес в теле, вне тела, скорее всего, себя имея в виду. И вот тринадцатая глава – это глава, в которой, наконец, как-то завершается и все послание, и вот эта тема такого, может быть, очень яркого и жесткого противостояния нигде, наверное, больше во всем Новом Завете. Мы не видим такого примера борьбы духовного лидера общины, общины, не с общины, конечно, но за общину, но против тех, кто сбивает ее с пути, вот как здесь, да, это прямо очень-очень такие напряженные главы. Ну а тринадцатая – как-то какой-то итог, да, вот нельзя же расставаться на ругане, надо и в послании подвести как-то к примирению. В третий раз отправляюсь к вам, он уже это говорил, что приходит в Коринф, «Устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое дело». Цитаты из закона, из второзакония, значит, три прихода – это уже какой-то результат, который дает ощутимое свидетельство о состоянии дел в Коринфской общине. «Прежде, когда я был у вас вторично, я уже говорил и повторю еще раз издалека, в письме, и тем, кто согрешил и всем остальным, когда преду снова, жалеть не стану. Вы ищете подтверждение, что через меня говорит Христос? По отношению к вам он не бессилен, он действует в вас». Да, вот спор с теми самыми чрезвычайными апостолами, как он их иронично называет. Вот нужно подтверждать, что через меня говорит Христос, он в вас действует. Коринфяне «я основал эту общину», говорит Павел, «и в вас есть действие Христа, значит, и во мне оно есть тоже, по отношению к вам, по крайней мере. Хотя он и был распят в немощи, но силой Божьей жив, так и мы немощны в нем, но силой Божьей будем живы по отношению к вам». Вот та тема, которую он постоянно повторяет в разных формах, что христианин соучаствует в распятии и воскресении Христа, и в частности, то, что Павел терпит побои, находится на грани смерти, страдает, голодает и все такое прочее, это его немощь, и в том числе и жало в плоть, ангел сатаны, который он упоминал в прошлой главе, и это явно какое-то заболевание, мы не знаем точно какое, вот оно присутствует в его жизни, но это все только для того, чтобы сила Божья раскрылась в нем. Себя проверяйте. Тверды ли вы в вере? Испытывайте себя. Неужели вы самих себя не узнаете? В вас Иисус Христос, если только вы на что-то годны, «Надеюсь, и о нас вы узнаете, на что годны мы». То есть, смотрите, принцип. Вот где критерий, да? Вот пришел Павел, говорит, надо делать так. Пришли какие-то другие апостолы, говорят, надо делать так, по-другому. Сидят в коринфе и не думают, а как надо, мы не знаем. Эти ругаются, то другаются. Как надо. Вы самих себя не узнаете. В вас Иисус Христос, если вы на что-то годны. Вот принцип ответственности самого верующего. Но неужели совесть человеку не подсказывает? Неужели его духовное чутье не подсказывает, когда действительно в общине или даже в отдельном человеке происходит некое действие Христа, когда эта община живет Христом? А когда она начинает жить чем-то другим? Раздорами, скандалами, удовольствиями какими-то? Но если вы этого уже не чувствуете, то и нет его среди вас, то тогда вы утратили это свойство. Но вы же его не утратили. И вот этот призыв Павла звучит, может быть, немножко вяло, абсурдно. Давайте список канонических правил дадим. Как нам распознать? Еще ничего этого нет. Но есть этот важнейший принцип. Если вы на что-то годны, в вас, Иисус Христос, вы способны распознать его же действия в других. Надеюсь, и о нас вы узнаете, на что годны мы. То есть все проявляется в действии. Результат плоды показывают на то, что хорошее, а что плохое. Молимся Богу, продолжает Павел, чтобы вы не творили никакого зла. И вовсе не для того, чтобы показать собственную пригодность. Лишь бы вы творили добро, а пусть нас почитают никчемными. Он все время им говорит, вы моя рекомендация, вы моя карточка визитная, вы вот тот образец, на который я показываю, говорю, Коринфяне, вот община, которую я основал, поглядите на них. Но дело не в том, говорит он, что я хочу себя возвысить, себя выставить в выгодном свете, показывать, вот мой образцовый садик, моя деляночка, какую я деляночку вырастил, я молодец. Дело не в этом. Пусть меня считают никчемным, это не важно. Лишь бы у вас все было хорошо, потому что я вас, Коринфяне, люблю, говорит он. Но мы делаем, но что мы делаем, то можем делать не против истины, а только за истину. То есть я же не хочу вас там обидеть или что-то, но я не могу идти против истины. Если я вижу, что вы ей противитесь, мне приходится вас возвращать к ней, приходится быть с вами резким. Мы радуемся, когда сами мы немощны, а вы сильны. А то мы и молимся о вашем исправлении. Да, вот вновь эта тема немощи, которая не для жалости сказать, вы меня побили палками, пять раз иудеи, три раза римляне, пожалеете меня, хотя можно так сказать, это же очень, вообще не всякий выдержит, в живых останется. Вот, но он им говорит, дело не в этом. Дело в том, что моя немощь, наша немощь, он себя не отделяет от своих спутников, да и от самих Коринфян тоже, наши, он так говорит, она для явления силы Божьей. Соответственно, вопрос не в том, что там было по дороге, вопрос в том, куда мы приходим. Я пишу все это издалека, чтобы, когда буду с вами, не пришлось суровостью воспользоваться властью, данной мне Господом, для созидания, а не для разорения. Да, вот он старается с ними обо всем договориться мирно, договориться на расстоянии, так, чтобы не было никакого такого жесткого противостояния. Ну и последнее приветствие, которое у Павла всегда очень такое позитивное и радостное, невзирая на все те огорчения, которые здесь есть, заключение скажу. Радуйтесь, братья, исправляйтесь, пребывайте во взаимном ободрении, единомыслии и мире, и да пребудет с вами Бог любви и мира. Ничего себе радуйтесь. Он столько им всего наговорил, они должны были со стыда сгореть, и от огорчения чуть не умереть. И, кстати, если это последние главы, если это то самое первое послание, предыдущее послание, на которое он ссылается в начале второго, да, мы говорили, что, возможно, второе, оно составлено, эти последние главы, это приложение более раннего текста. Тогда они огорчились, но все равно он говорит, радуйтесь. Его принцип — радость, которая побеждает все, радость, которая присутствует всегда, даже во временном огорчении, потому что Христос дал нам эту возможность, потому что спасение есть, потому что Бог принимает нас, потому что Он нас любит. Это повод исправляться. Да, вот некое временное огорчение перед Богом, как Он это называл, это повод исправиться и войти в эту радость, более того, не выпадать из нее даже, когда что-то огорчает, когда вот люди горят от стыда. Во взаимном ободрении, единомыслии и мире, и да пребудет с вами Бог любви и мира. Можно сказать, Бог творец вселенной, Бог спаситель и так далее, но Бог любви и мира — тот, кто дает все это, тот, к которому мы приходим, если обладаем любовью, если между нами мир. «Приветствуйте друг друга святым поцелуем, приветствуют вас все святые». Все святые, то есть все христиане, которые рядом с ним, и вот этот самый святой поцелуй, вот это самое общение — это тоже зримый знак, окно важного очень единства, которое вообще не присутствует не только внутри Коринфы, но и среди всех христиан, которые только есть в мире. И заключительное приветствие — благодать Господа Иисуса Христа, любовь Божья и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Привычная формула, но задумаемся немножко благодать, то есть тот благой дар, который получить сможет каждый человек, если захочет. Любовь Бога — тоже то, что открыто абсолютно всем, и общение Святого Духа — то, что возникает уже именно в общине. Общение и община — это слова однокоренные, по-гречески тоже. То есть благодать и любовь — как то основание для общинности, для совместной жизни, для соединения со Святым Духом, которая в христианской церкви и созидает эту церковь, которая, собственно говоря, есть главная ценность для Павла, которую он отстаивает и идет даже иногда на резкости. Вот это второе послание Коринфянам, может быть, самое эмоциональное, может быть, самое такое межличностное, где Павел говорит не только о себе, он еще будет в Галатах говорить о себе довольно подробно, но где он с особой силой и яркостью, как, пожалуй, ни в одном другом послании, рассуждает о своем отношении к этой коринфской общине, особо дорогой для него, о том, как коринфяне относятся к нему, в свою очередь, и как вообще проходить через кризис. Второе Коринфянам — это кризисное послание. Они вообще все кризисные. Если бы все было хорошо, чего было бы и послание писать? Но второе Коринфянам — это какое-то особое послание, где мы видим боль Павла, его обиду, его страдание, его готовность отдать себя этой общине. И он не скрывает этого, он не пытается выставить себя суперменом, который потом прилетает, всех спасает и улетает, такой же свежий и ароматный, каким прилетел. Это письмо полно страдания, личного страдания, но это страдание преображается в заботу, это страдание преображается действительно в такой порыв любви. Это страдание порождает риторику, убеждение такой силы, что, судя по всему, Коринфяне его услышали. И мне кажется, это очень такой ценный для нас подарок из того древнего времени, из той ранней христианской общины, о которой мы знаем, на самом деле, невероятно мало. Мы не знаем, как они молились, какое у них было богослужение. Ну, мы понимаем, что оно было у них, да, ну, какая последовательность, какие там тексты они произносили, какие у них были внешние формы, да. Ничего об этом не знаем. Но мы с какой-то вот невероятной силой и вот с каким-то таким удивительным отношением Павла сталкиваемся в его текстах. Мы не знаем внешнего, а внутреннее мы можем разглядеть в этом послании. Не только в нем, конечно, но вот здесь, может быть, с особой силой, насколько все-таки это личное отношение было важным для них, насколько христианство раннее, и, наверное, должно быть любое христианство, насколько оно было связано с человеческим таким взаимоотношением, а насколько оно не было таким, вот, знаете ли, повторением абстрактных слов обо всем хорошем и правильном. Вот это было второе послание Коринфянам для библейского портала «Экзегет». Коринфянам